Всем привет! Совсем недавно всевозможные инсайдеры, а также множество знаменитых ресурсов уверяли нас о том, что грядущий смартфон от компании Samsung, а именно Galaxy S22 Ultra, может быть переименован в Galaxy Note 22 Ultra. На это было логическое объяснение. Дело в том, что телефон будет иметь встроенный слот SP. И из-за этого и появилось предположение, что он должен заменить на рынке серию Galaxy Note. Однако это не так, и по крайней мере я этому очень рад. Ведь уже множество фанатов, а также простых пользователей привыкли к тому, что есть серия S, а также серия Note. Наверное, все уже знают, что есть такой очень известный сетевой информатор Стив Хемерстофер под ником Ice, который регулярно делится эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии. Напоминаю, он первым опубликовал точные рендеры Samsung Galaxy S21, Huawei P50 Pro, Sony Xperia 1 Mark III, Google Pixel 4 XL и других смартфонов. Из этого следует, что ему можно доверять. Так вот, данный человек уверяет, что топовая модель в серии Galaxy S совершенно точно будет называться именно Galaxy S22 Ultra. А не как уверяют множество информаторов Galaxy Note 22 Ultra. Телефон действительно будет иметь некоторые функции серии Note. Но компания придерживается правил наименования смартфона флагманской серии Galaxy S. Стоит отметить, что уже сейчас известны практически все технические характеристики смартфона Galaxy S22 Ultra. И они, мягко говоря, удивляют. Основные фишки его это отличный супер AMOLED LTPO экран с переменной частотой обновления, изображение 120 Гц, однокристальная система от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 898, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ своей флэш-памяти. А основной датчик изображения разрешением 108 Мп, а также аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Тех на ум. Поехали! Первое, что хочется отметить, это то, что смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra должен выйти в начале следующего года. Также недавно в сети появились рендеры данного девайса, которые показывают нам то, что Galaxy S22 Ultra будет иметь корпус, похожий именно на Galaxy Note 20, с более округлыми углами корпуса и экрана. Также есть информация, что корейский производитель тестирует два прототипа с разными блоками тыльной камеры. Изображение также показывает вырез в корпусе, который предназначен для слота S-Pen. В том числе производитель старается уменьшить блок тыльной камеры настолько, чтобы осталось место для этого фирменного стилуса, а также оставить массу устройства на уровне 228 граммов. По предварительным данным, телефон Galaxy S22 Ultra будет оснащен 6,8-дюймовым дисплеем Super AMOLED LTPO, разрешением 3200 на 1400 пикселей с переменной частотой обновления изображения 120 Гц. Многие люди даже не знают про такой тип экрана, но я вам все расскажу. LTPO означает низкотемпературный поликристаллический оксид и относится к особому типу технологий, применяемой в OLED-дисплеях. Однозначно это прорыв, поскольку не требует дополнительных компонентов между контроллером дисплея и графическим процессором для обеспечения динамической частоты обновления. Напоминаю, LTPO это технология, разработанная компанией Apple, что является большим плюсом. Смартфон будет построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 898 или Exynos 2200 с графическим процессором AMD в зависимости от рынка. Процессор от компании Qualcomm, именно Snapdragon 898, производится с использованием 4-нанометрового производственного процесса компании Samsung. Кроме того, в этой однокристальной системе используется трехкластерная архитектура 1,3,3. Частота ядер Cortex-X2 составляет 3,0. Три ядра работают на частоте 2,5, а энергоэффективные ядра работают с частотой 1,79 ГГц. В качестве графического процессора выступает Adreno 730. А вот процессор от компании Samsung, именно Exynos 2200, начал нам давать очень много сюрпризов. Так как процессор ранее включал три кластера ядер с одним сверхмощным Cortex-X2, тремя просто производительными Cortex-A710 и четырьмя энергоэффективными Cortex-A510. Теперь процессор появился с четырьмя ядрами Cortex-A710 и четырьмя Cortex-A510. Похоже, что Samsung экспериментирует с разными вариантами. Что именно мы получим, узнаем только ближе к презентации. Смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra получит до 12 ГБ оперативной памяти, а также своей памяти будет до 512 ГБ, что является большим плюсом. В основной камере должен быть установлен датчик изображения разрешением 108 Мп. Устройство будет работать от аккумулятора емкостью 5000 мАч. Конечно же будет быстрая зарядка, какая именно на данный момент информации, к сожалению, нет. Компания Samsung ожидается, что на 6,7 дюймовый Samsung Galaxy S22 Plus будет приходить 20% поставок, а на 6,8 дюймовый Galaxy S22 Ultra 20-30%. А вот Samsung Galaxy S22 получит 50% или даже более поставок. О скором выходе говорит также тот факт, что производители аксессуаров уже начали выпускать чехлы для Samsung Galaxy S22. После чего были опубликованы их качественные изображения в разных расцветках. Ice это очень авторитетный инсайдер. Он много раз сообщал точную информацию о смартфонах и датчиках изображения Samsung, включая недавние анонсы новых сенсоров разрешением 50 и 200 Мп. Также он первым показал точное изображение смартфонов с экранами водопадами. То есть эта информация, можно сказать, достоверная и эксклюзивная. Ну что же, ребята, на мой взгляд, Samsung Galaxy S22 Ultra действительно получится очень и очень крутым смартфоном. Самое первое, что мы получим очень производительные процессоры. Как от компании Qualcomm, так и от компании Samsung. Exynos уже давно превратился в очень и очень хорошее решение на данный момент. Действительно, данный процессор уже сравнялся с компанией Qualcomm. И это действительно так. Также вы должны понимать, что мы получим просто отличную основную камеру. Это будет топовое решение на 2022 год. И самое главное, что мы должны получить рассрочку. Да, как всегда, компания Samsung будет предоставлять рассрочку на 2 года. На свои топовые, флагманские смартфоны, что является большим плюсом. А покупать ли данный смартфон, решайте только сами. С вами был канал ТехноУм. Кому понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.